Когда слухи и предположения не соответствуют действительности. О судьбе Брестского рынка в последнее время говорят много. Перенос в другое место не такое удобное и привычное. Полное закрытие в связи с реконструкцией. Люди додумывают ситуации и предполагают каждое свое. Ходят слухи, муссируются, что рынок будет закрываться. Нам интересно, когда это будет, на каких условиях мы сможем продолжать работать, то есть альтернатива, куда мы сможем перейти и возможность вернуться обратно. Мы хотели из первых уст услышать судьбу нашего рынка. То есть реконструкция, конечно, нужна. Рынок в плохом состоянии. Чтобы ликвидировать информационный вакуум, мэр города Александр Рогачук предпочитает встречи, проходящие в открытом формате. Уже первые слова руководителя города успокоили собравшихся. Рынку быть и никаких переносов не предполагается. Эту торговую точку ждет масштабное преобразование. Основным подходом в этой работе, где нужна будет и ваша помощь, я вам говорю официально, на камеру, записывайте на диктофон и все остальное, является сохранение нашего колхозного, я по старинке буду называть, можно, да, нашего колхозного рынка, как уникального торгового объекта, имеющего свою историю, уникального места, где можно купить экологически чистой продукции, естественно, в контакте с производителем и прочее, прочее. Это является базовым принципом при нашей этой работе. Судьбу старого автовокзала будем определять только в интересах всего вот этого квартала, и прежде всего, чтобы увеличилась проходимость, ну, или привлекательность колхозного рынка. Если что-то будет на месте старого автовокзала, то это должно быть магнитом, который приведет людей туда и заодно по дороге они зайдут на колхозный рынок. Это моя позиция. На взгляд руководителей города Брестский рынок выбивается из контекста масштабных преобразований, которые сегодня происходят в областном центре. Реконструкция будет, но никаким образом она не повлияет на закрытие торговых мест. Рабочие места сохранятся. Это необходимо индивидуальным предпринимателям, но прежде всего это нужно Брещанам, ведь не только Восточный базар предполагает торг. Реконструкция будет поэтапной. Сначала закрытая купольная часть, затем зона открытой торговли и прилегающая к рынку территория. Мы идем по пути того, чтобы в ближайшие годы рынок изменил свое лицо. И сохранить все места, чтобы у людей было постоянное место, где они могут прийти, продать свои излишки. Индивидуальные предприниматели, чтобы могли развиваться, чтобы у каждого в семьях был доход. Прорабатывается несколько вариантов, то есть закрывать по секторам, либо есть одно из предложений, есть существующий магазин цветы, его приспособить под временное размещение данных групп товара, которые находятся в куполе. Допустим, мясо, колбаса, птица, чтобы их переместить, чтобы у людей все-таки средства для существования были, ну и было все спокойно. Один из вопросов, на котором Александр Рогачук остановился детально, это увязка центрального рынка со старым автовокзалом. Необходимо из этого соседства извлечь максимальную пользу, в том числе, подчеркнул мэр Бреста, решить проблему дефицита парковочных мест. Прорабатывается вопрос, сделать парковочные места платными. Вот скажу откровенно, мы проводили соответствующие исследования, вместе с ГАИ считали, все остальное получается, какая ерунда. Отсутствие парковочных мест, свободных около рынка, демотивирует людей на посещение вашего объекта. Понимаете, в чем дело? Но половина, большая половина мест, которые заняты автотранспортом, это места, которые занимают сами же торговцы рынка, приезжая сюда на рабочее место. Здесь такое немножко есть противоречие, да? Поэтому мы прорабатываем такой вариант, что парковка два часа бесплатна. Два часа бесплатно. Я думаю, за эти два часа можно спокойно погулять по рынку, а дальше уже соответствующая оплата может быть. Были и другие вопросы, но они уже касались более узких тем. Но уже сегодня можно резюмировать. Задача, которая стоит перед городской администрацией. И администрацией рынка комплексно благоустроить весь квартал, ограниченный улицами Куйбышева, Карбышева, Мицкевича и Пушкинской. Таким образом можно будет соблюсти три правила торговли. Надежно, прибыльно, комфортно. Собравшиеся оценили и открытость, и откровенность выступающих. Мы очень благодарны мэру города за такой красивый город. Город расцвел. У нас был очень красивый, а теперь совершенно красивый. Мосты эти, едешь, приятно, вокзал и так далее. Касаемо рынка тоже спасибо. Благодарим, потому что у нас ответ его и поддержка удовлетворила. В том, что он сказал, что будет развиваться, дал достойную гарантию, конкретную гарантию о том, что он будет поддерживать, интересоваться и вообще интересоваться городом Брестом. Если даже нас будут интересовать вопросы какие-то, даже личные какие-нибудь, другие, иные, или также касаемо рынка, он сказал, обращаться лично к нему. То, что иногда не хватает коммуникации власти и людей, я сегодня на этом убедился, понимаете. То, что власти кажется очевидным, не всегда является очевидным для человека, как мы говорим, простого человека. Это надо чаще выходить на прямые контакты, на общение. И тогда очень многие недоразумения будут просто уходить сами по себе. Я, в принципе, очень удовлетворен с сегодняшней встречей, и хочу отметить высокую заинтересованность наших индивидуальных предпринимателей в развитии нашего города и видеть свой бизнес как часть развития всего нашего города Бреста. Это очень приятно.